Саламу алейкум арахтал баркай, шейх Махандашир. Очень рад вас видеть, маиша Аллах, баракуллафикум. Займенно, займенно. Извиняюсь, очень извиняюсь, что задержался, субханаллах. О чем вы говорите, шейх, для нас большая честь, что вы соглашаетесь уделять на время. Это для меня честь. Баракуллафикум. Шейх, мы начнем с вашего позволения, со звуками, с картинкой проблем нет. Знаете, шейх, вы вчера сказали такие хорошие слова по поводу, что такое Рамадан, вот как он проходишь. Это такой дорогой гость, который вот-вот собирается уходить. И мы знаете, мы в этот Ибадат, сами эту тему предложили, я не буду скрывать. Мы всегда консультируемся с Хазратом, какую тему выбрать. И сегодня Хазрат предложил такую замечательную тему, описание рая. По сути своей мы все делаем, это все, чтобы сначала попасть в рай, чтобы... Расскажите нам про эту тему немного. Перед тем, как начать тему, я прошу, Аллаху, Субхану Та'али, в эти часы предевтарные времена, после намаза Асара, чтобы Аллах, Субхану Та'али, всех нас, вас, Шейх Мухаммаду, всех наших зрителей, слушателей, сделал из обитателей вечного рая и хирдауса, Аминь. Чтобы он нас на рай без спроса и без наказания, чтобы мы были достойны, как мы сейчас, Алхамду Лля. То есть, Аллах смотрит на последние диянии, чтобы и наши последние диянии в этом Рамадане, и вообще в нашей жизни были такими, которым радовался Всевышний Аллах, Субхану Та'али. Чтобы последние слова из этой жизни были «Ла Иллах, Иллах, Иллах». И чтобы самый лучший день для нас, вот бывают счастливые дни в жизни, когда, Алхамду Лля, дети вокруг тебя бегают, когда ты можешь посмотреть в глаза своему папе, своей маме, своим близким, тем, кого ты любишь. Но однако, чтобы самые-самые-самые все счастливые дни были, это тот день, когда мы встретимся с Аллахом, Субхану Та'али. Чтобы Аллах, Субхану Та'али, был доволен нам. Мы читаем, и наши дела не могут быть благими и правильными, и прямыми до тех пор, пока мы не сможем возвеличить Аллаха, Субхану Та'али, всем сердцем. Это раз. Второе, если мы не будем страшиться наказания, суровое наказание, за которое Аллах, Субхану, приготовил грешникам, которое Аллах, Субхану, приготовил лицемерам, которое Аллах, Субхану, приготовил неверующим, это два. И третье, если мы не будем скучать по Раю, по Аллаху, Субхану Та'али. Тот, кто не хочет встречи с Аллахом, Аллах не хочет, не желая с ним встречи, как сказал посланник Аллаха, салаллаху алейкум ассалям. Мы читаем с вами в Куране про рай часто приходит джанна, или джаннаетун таджримин тахпиян ангар. Но, однако, мы задаем вопрос, осознали мы вообще, что такое рай, или нет? Мы говорим, аль джаннату гали, рай, он дорог, это дорого стоит, дорогого стоит, однако осознали мы всю красоту рая, или нет? Мы не видели рай, но мы читаем из Курана, из Сунны. Но, однако, сейчас вот, по мере возможности, аль-хамдали, такую, чтобы не было, большая какая-то лекция, собрал аяты, хадисы достоверные, иншаллах, и так назвали, давайте, сейчас с вами называли тему аль-джанна ва-на-имаха, аль-джанна ва-на-имаха, рай и ее блаженство, которое ждет тех людей, которые попадут в рай, иншаллах. Шейх, пока вы не начали, у меня просьба, пожалуйста, убери, нет, не посылайте вот эти сердечки, у нас эфир будет, может, зависит, я очень прошу вас, не посылайте эти сердечки. А я не знаю, как их убрать. Это не от вас, это от зрителей, не к вам, аль-джанна ва-на-имаха, рай, и блаженство, которое ждет тех людей, которые попадут в рай. Вообще, ас-са'ада ва-на-имаха, маклаб кулля л-инсан, счастье и блаженство, это то, что хочет каждый человек, исключительно верующий или неверующий, кулля на всем, если мы положим руку на сердце, юхиббан якунальгу касрун рады, то есть, чтобы у каждого был хороший дом, большой дом, каждый из нас хочет, тааму, шахи, еду тоже, хочет вкусную пищу покушать, даже, наверное, каждый из нас говорит своей супруге, приготовь себе сегодня это, завтра то-то, хотим саяра, фахира, каждый хочет хороший автомобиль в этой жизни, да, малябис, фахира, красивую, хорошую одежду, чтобы была жена у него такая, которая слушается, прекрасная, красивая, которая боится, Аллах, субханава-те-Аля, но это все на имя дунья, все это украшение, так скажем, краски и прелесть этой жизни, не вечной, с этими красками наши сердца привязаны в том или ином случае, то есть, как бы, мы от этого не сбежать, и каждый человек этого желает, но однако, Аллах в Коране говорит, все это перечислено, это временное наслаждение этой жизни, а вечность, уготовленная у твоего Господа, для богобоязнина. Красоту этой жизни мы видим своими глазами, своим телом можем его потрогать, почувствовать, все мы с вами верим и знаем, что вечное наслаждение, он более красивее, величие, и это вечно, то есть, слово то есть, в этой жизни не постоянно, сегодня есть, завтра нету, завтра есть, послезавтра нету, но однако, это вечное, что теперь, с вами подумаем и размышляем, что же это за вечное наслаждение, о котором Всевышний Аллах говорит, субханава-те-Аля, скажи, наслаждение, Дуния, мирской обители, мало, короткое, а вечное, лучше для богобоязнина, да, наим, аль-Ахира, да, вечное наслаждение, лучше для богобоязнина, теперь задается вопрос, видели мы это глазами, ощутили мы это, вечное наслаждение или нет, зашли мы с вами в рай или нет, нет, ла, лакинна наль-йом, однако сегодня, что я хотел, вот весь посыл, этого в Аллахе, от моего сердца, для всех нас, чтобы мы получили пользу, еще больше стремились к этому, сегодня, аль-йом аля мау-айт, давайте договоримся, что мы сейчас с вами, сердцем, иншаллах, своей душой, сделаем, рехна имания, иляль-джанна, натуф, мин хилалиха, то есть, мы сейчас с вами сделаем такое, путешествие, иманом, через наш иман, через наше сердце, через нашу душу, в рай, через хадисы, через Коран, и размышляем, подумаем об этом, и соскучимся, ведь мы должны скучать по раю, мин арджал-джанна, абрал аяты в Коране, сейчас мы с вами, отправляемся в путешествие, даже если мы на карантине, именно путешествие, куда, в рай, через аяты и хадисы, посланник Аллаху, саламу 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 саламу, аля хадисы, на бауи, мин акафа, аля шейх, далека, на ам, чтобы чуть, мы немножко задумались, какое это наслаждение, и давайте сравним, с вами, сейчас, вот это вечное наслаждение, наслаждение этой дуне, на весах они одинаковые, или нет, хадак Аллаху, Аллаху, Сухану, Сотворил Джанна, Он его сотворил, Он уже его создал, и сделал это, постоянным местом пребывания, для своих аулия, для своих приближенных рабов, и Аллах, субхану ва-та-Аля, сделал так, что люди хотят попасть туда, и Аллах приглашает, в рай, и назвал Всевышний, Аллах, субхану ва-та-Аля, дару салам, то есть, двор мира, Джанна называется, дару салам, дару ла юнфат наимаха, это тот двор, который наслаждение там, никогда не заканчивается, дару нфи ха ми кулли хайрин, ва мазир, это тот двор, в котором все благо и добавки, от Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, первый хадис, от Абиха Урейра, рад Аллаху, прочувствуйте это сердцами, от Расулы, салаллаху алейху ассалям, قال, قال, Аллаху та-Аля, хадис в Кудсе, посланник Аллаха, салаллаху ассалям, приводит, хадис, который сказал Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, прочувствуйте, я приготовил своим рабам, праведным, то, что глаз не видел, то, что ухо не слышало, и то, что человек даже не может такую представить, посланник Аллаху, салаллаху ассалям, передает слова Аллаха, где Всевышний говорит, я уже приготовил, это уже готово, я уже сотворил, хадис, приводится в Бухарии, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, описание рая, от одних ворот, от одной двери до другой двери, расстояние 40 лет ходьбы, такой великий, большой рай, сказал пророк Мухаммад, салаллаху ассалям, дверей в рае 8, как сказано в Коране, салаллаху ассалям, первая категория, первая группа людей, которые зайдут в рай, они будут похожи на, аль-камр лейлят аль-бадр, ночь аль-бадр, это когда полная луна, вот это вот заходит, и когда еще так же, аль-бадр говорит, когда вот эта вот новая луна, вот как она когда светится, вот такая вот свет, нур такой, есть же от этого, в этой дуне, вот в такой картинке, зайдут, первая группа в рай, а вторая группа людей зайдут, подобно, самая-самая, которая есть такая, светящая звезда, вот такие вот, они освещенные, и зайдут в рай, первое, что дадут им покушать, как сказано в хадисе, кабдуль-худ, печень кита, то есть вот такое вот, они зайдут в рай, и почувствуют, покушают эту печень кита, те люди, которые будут идти в рай, заходить в рай, между ними не будет никаких разногласий, все разногласия останутся здесь, не будет между ними неприязни, подобно сердцу одного мужчины, одного человека, по внешности они будут, так как Аллах сотворил нашего отца, 60 локтей, то есть роста, буду заходить, восхвалять Аллаха утром и вечером, Аллах субхану ва-та'аля, первый аят в Кур'ане, сделал первый аят, восхваление Аллаха, и первое, что скажут те люди, которые зайдут в рай, это тоже восхваление Аллаха, как Аллах субхану ва-та'аля сказал, последняя их дуа, когда они зайдут в рай, они скажут, каждому будет 33 года, все будут молоды, буду к ним звать, вы тут вечно будете жить, и никогда-никогда не умрете, и вы постоянно здесь будете в здоровье, и никогда-никогда не заболеете, то есть не будет страх человека, заболеет он или нет, никогда он не заболеет, и вам, любые все плоды в рай, которые есть, для вас я приготовил, если просите, сейчас вот ночью, когда мы просим Аллаха рай, если просите рай, просите фердаус, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейкум, это центр рая, и самый высший степень рая, а выше над этим только трон Всевышнего Милостива, Аллаху субхану ва-та'аля, Оттуда распространяются реки Реки, которые будут течь в раю Из вина, который человек будет пить От которого не будет пьянеть Именно для обитателей рая Из чистой прозрачной воды Реки из чистого, хорошего, вкусного меда Самый лучший из рек, который будет это Каусар Это сделал именно для посланника Аллаха Как подарок в раю река, которая называется Кауса Для нашего пророка Мухаммада Вот сейчас посмотрите Кто из этой реки сделает один глоток Больше никогда не почувствует жажду Постоянно вечного в раю, но жажды не почувствует Самый первый, кто зайдет в рай Ангелы И эти ангелы будут встречать тех людей, которые будут заходить в рай И говорить им Как прекрасно ваше место пребывания Заходите сюда навечно То есть человек будет чувствовать, что он заходит навечно Уже все отсюда никуда он не идет Посланник Аллаха сказал Идешь по земле, которая из шафрана Земля из золота, из миска Запах рая Самый прекрасный благовонник Все перед тобой будут дворцы Перед тобой в сады райские Ты будешь все это видеть Теперь задается вопрос Узнаем ли мы свои дома, свои дворцы Иншаллах, когда зайдем в рай или нет Для тебя что-то новое Но узнаем мы или нет Всевышний Аллах сказал Ведет он в рай их верующих Тот рай, который он им указал Обозначил, обучил их То есть имеется в виду, что Большинство муфассиры говорят Этот аях указывает на то, что люди, которые зайдут в рай Узнают свои дома в раю Свои дворцы Подобно тому, как они в мирской обители знают Местоположение своих домов Так же, когда зайдут в рай Узнают, что это его дом В Куране об этом сказано Какие дворцы в раю? Каля, салаллаху алейхисалям Лабина ту мин дахад Пророк Мухаммад, салаллаху алейхисалям Описывая Дворец, дом в раю Сказал Кирпичик из золота Кирпичик из серебра Именно цемент, когда смесь, чем кирпичик с кирпичиком складывают Именно вот эта смесь будет с самого дорогого миска Другое здание, другой дворец из жемчуга Другой дворец Такие дворцы прозрачны То есть можешь ты снаружи увидеть, что внутри Изнутри можешь увидеть все, что снаружи Какая же еда в обитате рая? Факиха, именно фрукты, какие они выберут сами для себя Птичье мясо, какое они пожелают Такие будут фрукты Более прекраснее и более мягче Более нежнее, чем сливки Слаще, чем мед Белее, чем молоко Как только ты захочешь с ветки что-то сорвать Она сама ветка к тебе опустится Тебе не нужно будет за ней подниматься То есть, да, там, брать и доставать это Увидишь птицу, которая летит в небесах в раю Захочешь ее скушать, она сама перед тобой к тебе упадет После еды Обычно, когда человек, Аллах Сухан сотворил Когда покушал, нужно пойти взять тахарат, омовение Чтобы это все из себя вышло А там в раю мискун Как будет выходить? Через пот Через пот, который будет пахнуть миском Вот так будет все это выходить Всевышний Аллах Субхан Аталий говорит Будет их одежда из золота и жемчуга Одежда будет харир Настоящий чистый шелк Теперь задается вопрос Мы привыкли к автомобилям Есть ли автомобили в раю или нет На что передвигаться? Такой вопрос задали посланник Аллаха Посланник Аллах ответил Если ты зайдешь, тебя Аллах ведет в рай То к тебе дадут тебе такого скакуна Из драгоценных камней Из красного жемчуга Из красного изумруда Сядешь на него и прикажешь ему Он полетит туда, куда ты пожелаешь По всему раю Потом другой подошел и сказал Я, Расул Аллах Арабы привыкли к верблюдам В раю будет ли верблюд? Аджада Пророк Мухаммад Сау 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 Ответил на этот вопрос Я уммуль джамиль маркубат То есть, чтобы ответить всем Есть ли верховое животное или нет Животное Если тебя Аллах ведет в рай Равах Тирмиди Имам Тирмиди приводит этот хадид Если Аллах на этот вопрос Чтобы каждому надо сейчас задавать вопрос Есть ли кони, есть ли верблюд? Посланник Аллах Сау 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 Саалам Аписал Какой кони Вот это вот Красного Из умруда Но потом другому ответил Который спросил Будет ли верблюд? Если тебя Аллах ведет в рай То все что твоя душа пожелает Будет тебе И все что захочет Твой глаз Аллах Сау 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 Саом Если бы женщина, которая в раю, посмотрела бы своим оком на эту дунья, тогда она бы заполнила бы своей улыбкой всю эту мирскую обитель нуром, сказал посланник Аллаха, и подошел бы в миск. Все в этой дунья, ее прекрасный запах, ее тело, вот этот миск, он бы заполнил бы всю эту мирскую обитель, сказал посланник Аллаха. Теперь давайте поговорим, мы сказали, самая высшая степень этой Фердау, самая низшая степень в раю какая? Одна ахляль-джанна манзилатин, пророк Мухаммад, салаллаху алейхима, сказал, самая низшая степень рая, это тот человек, когда всех ведут в рай, когда последний человек, который заходит в рай, и ему скажут, заходи в рай, он на что ответит, как? О мой Господь, все же уже зашли в рай, все разобрали, зашли в свои дома, то что им как бы, то есть вопрос имеется ввиду, то есть мне что-то там осталось или нет? Я же самый последний захожу, все, наверное, уже разобрали люди, ему скажут, хочешь, доволен ли ты, что тебе будет сейчас, ты последний человек, заходишь в рай, у тебя будет то богатство, которое принадлежит самому, самому богатому правителю, принадлежало в Дуниях, царю, королю, правителю, самый богатый, кто был, ему принадлежало столько, тебе достаточно, на что ответил, фаякуль, самый низший степень рая, я доволен, мой Господь, Аллах Субхану Тебе это, то есть самый богатый, который человек на земле жил, малик, правитель, царь, король, тебе столько, и на пятый раз скажет, все, все, достаточно, я доволен, я доволен, тебе столько, еще в 10 раз больше, все, что твоя душа пожелает тебе, все, что твой глаз захочет тебе, он скажет, я доволен, мой Господь, тогда Аллах Субхану Тебе обратится к обитателям рая, они скажут обитателям рая, мы перед тобою, наш Господь, все благо в твоих руках, Аллах скажет, после того, когда они все получат, довольны ли вы, довольны ли вы, как мы можем быть недовольны, он наш Господь, ты же нам дал то, что не давал никому из своих, творений, ты нам все дал, сколько ты нам дал, Аллах скажет, как мы можем быть недовольны тобой, о Аллах Субхану Тебе, ты нам дал, столько ты нам дал, Всевышний Аллах скажет, еще больше не хотите, я вам еще больше дам, лучше этого вам хочу дать, тогда они скажут, что может быть лучше этого, Аллах скажет, я дозволил вам свое удовольствие, и больше никогда не буду на вас гневиться, я делаю дозволенное для вас мое удовольствие, и больше никогда не буду на вас гневиться, какая великая награда, шейх, извините, рада Аллах, самое великое, что будет самое великое в раю, самое великое милость, самое великое блаженство, это увидеть ли к Аллаху, переводится хадис, Аджарира ибн Абдуллах, рада Аллаху Альху, сказал он, мы были у посланника Аллаха, и он посмотрел на баллон, и сказал, вы увидите Аллаха своими глазами, как вы сейчас видите эту луну, и когда обитатели рая зайдут в рай, и будут наслаждаться в вечном блаженстве, к ним обратится оглашатый и скажет, я ахляль джанна, поистине Всевышний Аллах вас приглашает в гости, спешите навестить его, Аллах сам приглашает в гости, сегодня, когда тебя пригласит твой близкий брат, когда пригласит, представляете, правитель, президент, или какой-то великий человек, который мы думаем о нем, а здесь, представляете, Аллах сам в гости приглашает, люди и так уже в блаженстве, получили все, что хотели, Аллах им доволен, и еще блаженство не заканчивается, вас приглашает Аллах в гости, ответьте на призыв, и они все соберутся на долине, которая называется Афьях, это то место, долина Афьях, где будут собираться люди, которые пойдут посещать Всевышнего Аллаха, тогда Аллах, Всевышний Творец, прикажет, чтобы принесли его курси, и принесут туда, а для зрителей, те, кто придут на обитатель рая, принесут минбары, кафедры большие возвышенности, из жемчуга, и из нура, из света, и из изумруда, будут кафедры, такие минбары из золота, и также минбары из серебра, все сядут, когда они сядут, будут дожидаться, то есть представляете, когда человек идет в театр, куда-то там, в самые лучшие места, здесь места из золота, из зубруда, из серебра, из нора, все сядут, и будут ждать, они успокоятся на этих минбарах, тогда глашат и закричит, и скажет, поистине для вас есть еще обещание от вашего господа, он хочет вам сейчас выполнить это обещание, которое обещал вам при жизни, тогда люди обитатель рая скажут, что же это за обещание, ведь Всевышний Аллах не осветил ли наши лики, не укрепил, не сделал ли чашу благих весов тяжелой, вел нас в рай и отдалил нас от ада, что еще, что еще нам обещал, когда они будут сидеть и дожидаться, опустится нур, на них посветит нур, осветится весь рай, обитатель рая поднимут свои головы вверх, поднимут головы и сверху увидят великого Аллаха, как он спускается, ослышит все, весь рай и скажет, сам Аллах скажет, о обитатель рая, саламу алейкум, мир вам, и ответит лучшим на это и скажет, о Аллах, ты мир, от тебя мир, ты возвеличен, о Аллах, в твоих руках вся щедрость, в твоих руках все величие, когда Всевышний Аллах, к ним приблизится, возвеличивается над ними и посмеется им, это одно из сифатов Аллаха, так как присущи ему, я ахляль жанна, о обитатель рая, самое первое, то что они услышат, обитатель рая, от Аллаха, где мои рабы, которые поклонялись в меня, не видя меня, но веря в меня, это день добавок, и все обитатели рая, соберутся на одно слово, мы довольны тобой, и будь довольна, я Аллах, Аллах, Субханава Та Аля скажет, я ахляль жанна, о обитатель рая, если бы я не был бы вами доволен, я бы вас не засидел в моем раю, это день добавок, просите, все обитатели рая соберутся договорятся на одном слове, и скажут, что еще хотите, Аллах скажет, что хотите, все обитатели расскажут, покажи нам свою лику, на которую мы посмотрим, покажи нам свою лику, мы хотим на тебя посмотреть, и тогда Аллах откроет свою занавес, свой хижат, и ослепит им своим нуром, если бы Всевышний Аллах, не предопределил бы им сгореть от этого нора, они бы сгорели, до того сильнейший нур, и тогда все посмотрят, на лика Аллаха, в гостях у Аллаха, увидят, как он, тот, кому поклонялись мы с вами, тот, у кого мы просили, тот, кому мы делали сажда, тот, в кого мы веровали, не увидя его, увидел его, как он прекрасный, и скажет Всевышний Аллах, каждому, я фуля, о такой-то, такой-то, помнишь, ты при жизни такое-такое-то сделал, о некоторых грехах напомнят ему, которые он совершал, тогда скажет человек, «Я, Рабби, а лам тагфир ли?» обитатель расскажет, «О, Аллах, Господь, не простил ли ты меня?» Всевышний Аллах сказал, «Я простил тебя». «Только по моему прощению ты достиг вот этого уровня, в котором сейчас находишься». Уважаемые братья и сестры, «Рай Аллаху он дорог, рай Аллаху он великий. Аль-Хамду-Лля, то, что мы поклоняемся Аллаху, не видя его, веря в него, аль-Хамду-Лля, то, что мы скучаем по раю, аль-Хамду-Лля, то, что мы спешим. Каждый наш пост отдаляет, один день поставит, наказание Адам на 70 лет. Каждый, как Сапорок Мухаммад, простящий, будет радоваться своим постом в этой жизни, когда разговляете и в день Аида, когда наступит праздник разговления, то, что он весь месяц мог пропаститься, и в судный день, то, что он будет радоваться своим постом, им будет отдельная дверь через дверь Раян, в Джанна. Поэтому не стоит ли это того, чтобы увидеть, ли к Аллаху еще подрудиться в последние 10 ночей. Мы должны скучать по раю. Мы должны спешить в раю, иншаллах. Сари'у, сабику, Всевышний Аллах Суханн говорит, спешите, соревнуйтесь в этом. Пусть в этом соревнуется тот, кто соревнуется, говорит Всевышний Аллах Субханн. Рай Аллаха дорог. Рай Аллаха дорог, но попасть туда, льхамдуля, легко. Не грешить. Не слушаться Аллаха по мере возможностей. Выполнять все приказы Аллаха Субханн. То, что в пользу нам же с вами. Посмотрите, какое вечное блаженство. В этой дуне не вечность. Что-то мы сегодня имеем, завтра нет. Сегодня мы с нами близкий человек. Завтра Аллах Субханн его забирает. Сегодня это. Не стоит это, чтобы обманываться на какие-то мелочи этой жизни. Не стоит это того, чтобы поменять на эту. Вечную райскую обитель на такое блаженство. Поэтому, уважаемые братья и сестры, алхамдуля, мы должны возвеличивать это своими сердцами. Любить Всевышнего Аллаха Субханн. Спешить в рай Всевышнего Аллаха Субханн. Поэтому рай Аллах Субханн. Он прекрасен. Да, Аллах Субханн. Чтобы мы все были из обитателей рая. Да, Аллах Субханн. Чтобы мы все были из тех, которые зайдут иншаллах в рай без наказания, без спроса. Мы со своими детьми, своими родителями, близкими, с тех, кого мы любим, с тех, которые иншаллах, близки к Аллаху Субханн. Те, с кем бы мы хотели жить в этой жизни и дальше вечно, иншаллах, своими семьями. Вечно райская обитель. Поэтому рай он дорог. И давайте будем спешить в него, иншаллах, уважаемые братья и сестры. Пускай Аллах Субханн. Примет. Ключ к раю в наших руках. Ключ к раю это намаз. Поэтому вы ставите побольше молитвы как обязательные, так дополнительные, иншаллах. Читайте. Я прошу Аллах Субханн. Чтобы простил нас, чтобы это сделал, иншаллах, видит наше сердце. Аллах Субханн. Видит наше неядное. От Аллаха Субханн. Мы ничего не скроем. Люди, человек очень легко, человек, человек может обмануть. Но Аллах Субханн. Мы не обманем. Поэтому давайте проявим ихлас. Давайте проявим искренне с Аллахом Субханн. Оставим все несгоды, обиды по отношению друг к другу. Это не стоит того, чтобы потерять такой рай. Давайте будем любить друг друга. Давайте будем, иншаллах, уберем высокомерие с наших... Кто мы с вами такие? Мы рабы. Все мы с вами рабы. И президент, и король, и правитель, и обычный. Каждый является рабом Аллаху Субханн. И белокожий, и чем темнокожий, и желтокожий, и бедный, и богатый. Все рабы Аллаху Субханн. Не должен один над другим высокомериться своим положением, своими знаниями, своим достатком и так далее. Мы все рабы Аллаху Субханн. И тогда, иншаллах, Джаббар великий только один. Великий только один Аллах Субханн. А все, ин куллю ма фи сана ва твэл арды, илля афир рахмани абда все, кто в небесах, на земле. Все являются рабами Аллаха Субханн. Я прошу Аллаха, чтобы мы были достойны этой великой такой награды, иншаллах, чтобы мы увидели с вами Аллаха Субханн. Чтобы мы вместе побыстрее бы прошло, а именно поклонялись, любя это. Если наши ноги устали стоять в кияме ночью в молитвах, то вспомните о судне мне, когда придется стоять. Тогда Аллах облегчит наши вас с вами стоять. Джазаку Аллахайр вам, шейх Мухаммад Башир. Пускай Аллах примет от вас, иншаллах, за таковое. Аллах, 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 Шейх, огромное вам спасибо, иначе. Знаете, что сказал Ибн Ан-Кайм, рахман Аллах, Идзе ткарабатил кулуб, фалай дурута ба'аду лабдан, если сердца близки друг другу, то нету страшного того, что тела друг от друга вдалеке. Поэтому мы друг друга чувствуем, сердцами, любим, это самое главное. Джазак Аллахайр. Аллах, Аллах.